Бесплатная труба до забора. В России начал работать новый закон, как его уже окрестили о золотой миле. Республика в числе 15 пилотных регионов и уже приступила к реализации программы до газификации в соответствии с поручением Владимира Путина. Обо всех тонкостях газовой программы, кому и как проведут газ, узнавала Наталья Мальчикова. Голубая мечта о голубом топливе, Путин сказал, и не мечта никакая вовсе, а газа все нет. Чтобы ускорить процесс, запустили даже социальный проект. С понедельника мы, с 26 июля, начинаем прием заявок на догазификацию населенных пунктов. Любой житель, имеющий у себя официально зарегистрированный земельный участок, имеющий у себя на этом земельном участке домовладение официально зарегистрированный, вправе подать заявку на догазификацию. Чиновник говорит, чтобы газ был, самим надо быть трижды официальным в разных инстанциях, соблюсти десяток формальностей. Иначе даже газовая лампа не засветит. Хоть и платить теперь за это не надо. До забора желтую трубу дотянет рекоператор. Первым делом мы планируем собрать, понять объем работ, собрать заявки от как раз заявителей, чтобы действительно понять, сколько же домовладений должно быть подключено. На сегодняшний момент прогнозные цифры – это порядка 7 тысяч домовладений, которые должны быть подключены по данной программе догазификации. Размытой остается формулировка «граница участка». Это забор дома или въезд в деревню. Факт в том, что по своей земле везти газ придется все равно за свой счет. Оборудование в самом доме тоже из личного кармана. Льготники могут рассчитывать на помощь. Но этим занимается другое ведомство. То есть, если на сегодняшний день абонент вынужден заключать договор на технологическое присоединение, оплачивать плату, да, она льготная, на сегодняшний день она оставляет около 28 тысяч рублей, то эта плата, она обнуляется, то есть будет 0 рублей. Внутри границ земельного участка условия остаются прежние. То есть абонент должен будет также за свой счет разработать проект, выполнить строитомонтажную работу, купить оборудование. На это потребуются средства заявителя. И к тому моменту, когда наш газопровод будет построен до границы земельного участка, у абонента в один обязательство завершить свои внутренние работы у себя на земельном участке. Специалисты отмечают, что ограничений по расстоянию от главной трубы до земельного участка заявителя нет. Объем расхода газа тоже не регламентирован, но только для личных нужд. Свечные заводики и прочий бизнес, пусть даже самый крошечный, в эту президентскую программу не попадает ни при каких условиях. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.